Макси Маркетс – единственный финансовый брокер, входящий в ассоциацию российских банков и в ассоциацию региональных банков России. Аналитику от Макси Маркетс используют порталы Вести Финанс, банкир.ру и другие лидеры финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 14 октября. Вы смотрите ежедневный обзор и прогноз рынка от Макси Маркетс. В понедельник доллар продолжил сдавать завоеванные позиции. Уже на азиатской сессии рынок принялся покупать евро, курс которого к началу европейских торгов достиг уровня ключевого сопротивления 1,27. Здесь динамика пары стабилизировалась, однако настрой на дальнейший рост пары остался. Очередным импульсом, активизировавшим динамику валюты, стали заявления представителей ФРС, включая и комментарии вице-председателя ФРС Стэнли Фишера о том, что замедление темпов роста мировой экономики негативно скажется на восстановление экономики США и вынудит американский Центробанк отложить подъем ставки. Разочарование от ускользающих надежд на скорое ужесточение монетарной политики вызвало агрессивные продажи доллара и новые покупки единой европейской валюты. Курс пары на этом фоне возобновил рост и на исходе торгов зафиксировал новый коррекционный максимум на отметке 1,2760. В нашем прогнозе на вторник предполагаем первоначальное снижение пары в ценовую зону 1,2710-1,2680. Далее ожидаем разворот и продолжение коррекционного подъема валюты к целевым уровням 1,2760-1,2790-1,28 и выше. С момента проведения референдума в Шотландии ситуация в британской валюте явно стабилизируется. Однако обозначить здесь какие-либо тренды пока довольно сложно. Фунт доллар все никак не определится с дальнейшей краткосрочной траекторией своего движения, хотя и продолжает в целом восходящий коррекционный откат от предыдущего снижения пары. Неопределенность ближайших перспектив поддерживает также и полное отсутствие экономических новостей из Великобритании. В результате на вчерашних торгах валюта сформировала боковой диапазон движения, зафиксировав при этом максимальный уровень на отметке 1,6126. Тем не менее, на европейской и американской сессиях быкам пришлось уступить медвежьему давлению и оставить позиции, закрепив курс пары ниже уровня его дневного разворота 1,6080. Ситуацию может изменить сегодняшняя публикация данных по инфляции, поскольку именно фактор слабого ценового давления останавливает Банк Англии от повышения процентных ставок. Рост индекса потребительских цен в этом случае может помочь быкам возобновить коррекционный подъем пары. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем пробой уровня дневного разворота 1,6080 и дальнейший подъем курса британской валюты к целевым уровням 1,61, 1,6135, 1,6160 и 1,6180. Наши рекомендации по движению драгоценных металлов на вторник. Волатильная ценовая динамика и рост котировок металла на вчерашних торгах изменили положение золота относительно его основных уровней поддержек и сопротивлений. Ближайшее краткосрочное сопротивление для него находится сейчас на ценовом уровне 1,238 долларов за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх возобновит подъем металла к следующим целям 1,242 и 1,251 доллар за унцию. Ближайшая поддержка металла расположилась на уровне дневного разворота 1,231 доллар. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение золота к ценовым уровням 1,226 долларов и 1,219 долларов за унцию. В нашем прогнозе на вторник ожидаем возобновление восходящего движения и рост стоимости золота к выше названным целевым уровням сопротивлений. Серебро в аналогичной волатильной динамике также изменило свои прежние позиции. Ближайшее сопротивление для него проходит сейчас по ценовому уровню 17,60 долларов. На часовом таймфрейме. Если возобновится движение наверх и это сопротивление будет пробито, металл может подняться выше к целевому уровню 17,70 долларов и выше в направлении ключевого уровня 18,00 долларов за унцию. Ближайшая поддержка для серебра находится на уровне дневного разворота 17,45 долларов. Если корректировки преодолеют ее, снижение продолжится далее к ценовым уровням 17,25 долларов, 17,10 долларов и 17,65 долларов за унцию. В нашем прогнозе на сегодня ожидаем продолжение коррекционного подъема металла к выше названным ценовым уровням сопротивлений. В экономическом календаре вторника Великобритания публикует сентябрьские индексы потребительских и розничных цен, индексы закупочных и отпускных цен производителей, а также индекс цен на жилье за август. Еврозона представит данные по объему промышленного производства за август. Центр европейских экономических исследований Институт ЗЭВ обнародует индексы настроений в деловой среде и текущей ситуации в Германии, а также аналогичные показатели в целом по еврозоне. Сегодня же продолжит свою работу заседание министров финансов стран Евросоюза. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maximarkets.ru. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. MaxiMarkets – единственный финансовый брокер, входящий в Ассоциацию российских банков и в Ассоциацию региональных банков России. Аналитику от MaxiMarkets используют порталы Вестифинанс, банкир.ру и другие лидеры финансового рынка.